Уважаемые господа! И в силу этого чрезвычайно важно нам сказать, какой оптимальный способ для улучшения показателей излечения и выживаемости у детей с раком для всех азиатских стран. Поэтому, как говорил доктор Вард Абагабар, как сегодня утром он выступал, говорил, по-прежнему присутствует такое явление, как отказ от лечения в достаточном количестве стран, у кого низкое количество ресурсов. Преимущественно из-за того, что есть социоэкономические причины, только поэтому даже в быстроразвивающихся странах экономические неравенства приводят к неравному доступу к медико-социальным услугам в каждом регионе одной из единственной страны. И это приводит к таким трудностям, которые не позволяют учредить единую хорошую систему диагностики и лечения, которая смогла бы спасти жизнь детей с раком по всей стране. В стране, где имеется много ресурсов, такие как Северная Америка, такие как европейские страны, им, конечно, удалось учредить очень квалифицированную систему, где они проводят групповые исследования, где у них высокие стандарты, которые позволяют учить детей с раком. И даже при этом есть очень много сложностей, которые связаны с вообще становлением системы детской онкологии и гематологии в каждой стране, даже при этом. Поэтому социоэкономический статус страны, конечно же, играет роль очень важного фактора, но есть и иные важные факторы, и они по-прежнему играют роль. Итак, по нашему опыту Японии, у нас единый подход, у нас единая система, единая группа изучения онкологии, называется JCCG, японская группа по изучению рака, вот только что мы ее учредили в нашей стране. Я бы хотел перечислить некоторые основные моменты, основные направления ее деятельности этой группы. Итак, прежде всего, во-первых, давайте укажем это как первое. Небольшая сеть, которая имеет крайне важное значение для выживания показателей излечения от раков. Родители и врачи, которые совершенно воодушевлены этим делом, стали вместе работать над этим вопросом. Это произошло порядка 50 лет назад в Японии. Второй момент. Очень важно не отказываться от своих намерений, даже если борьба идет очень напряженно и сложная. Нужно ждать и при этом не отказываться от своих намерений, и стараться продолжать наращивать усилия. И никогда нельзя терять свое воодушевление нашим делом. Третье. Затем нужно создать небольшую группу для клинических исследований в вашем регионе. Соберите действительно воодушевленных соратников, которые будут следовать этому делу. Четвертое. Поддерживайте и приводите образовательные мероприятия среди молодежи. Среди молодежи, которая хочет работать над разработкой новой диагностических систем, равно как и совершенно новаторских терапевтических стратегий. Пятое. Пятое. Ирак, их родители и добровольцы-волонтеры. Вот все мы. Мы должны работать в связке друг с другом и сотрудничать вместе друг с другом, как уже говорил Пол до этого. И затем последнее. Итак, по-прежнему еще, хотя и растущая, но все еще отдельная группа клинических исследований должна быть вместе за счет того, чтобы поддерживать долгосрочные дискуссии со своими коллегами. Это должно найти также поддержку со стороны правительства. И необходимо также добиваться повышения финансирования этих новых инициатив. Мы создали специальную рабочую группу, которая проводит исследования, посвященные данным проблематике в этих странах. И необходимо повысить уровень клинических исследований на новый уровень. И исследования должны продолжаться с целью изучения новых методов лечения, разработки новых методов диагностики. И эти исследования должны продолжаться все время. И в Японии мы большое внимание уделяем этой проблеме. Большое спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.